доброе утро друзья суббота 9 30 я иду на первое своей жизни родительское собрание ну то есть как детский сад и конечно ходил на родительские собрания а в школу еще не это родительское собрание для родителей дошколят будем узнавать информацию общаться с директором в общем посмотрим что и как какие у нас шансы иду надела спортивный костюм хотела надеть что-нибудь более такое взрослое думала так надеть джинсы там или брюки с кофтой какой-нибудь потом я посмотрела на столбик термометра на улице минус 10 думаю ой не потому что я вчера в минус 6 прошлась в джинсах и это было холодно поэтому сейчас я утеплилась я вчера увидела еще в инстаграм девушку вот в такой шапке я вспомнила что у меня есть такая меховая шапка я хочу надеть настроение именно такое меховушки этой ходить вот иду она так и теплая так приятно прям голову греет сейчас буду идти 20 минут и слушать музыку али тем временем должен отвезти артемия на шахматы у меня сегодня шахматы секции и потом и все онлайн дома к этому времени я вот я должна вернуться и включить ему планшет настроить там все ну что вышла я из школы полтора часа было родительское собрание я поняла что я разучилась вот так вот сидеть и внимать очень долгое время когда не суперинтересно какая-то информация то есть просто поток как лекция сложновато это сидел уже мы все закончили хотя в принципе вся и полезная информация все это надо все это хочется услышать просто медленно это рассказывалось отвыкла я короче от академического процесса этого обучения ну как видите в приподнятом настроении я понравилась школа она конечно обшарпанная изнутри но наши не в стульях дело вот очень меня все порадовало минусов я наверное могу выделить только два первое это то что в этом году в первом классе у них было три класса по 37 человек 37 это капец у нас было 33 и это было многовато ну когда я училась вот в этом году у них планируется 4 класса но посмотрим вот это первый минус и второй минус в школе прохладно прям конкретно так прохладно знаете мне в куртке было комфортно сидеть хотя я думаю что для артемия это не будет проблемы и я там видела школьников которые ходили в одних футболках у меня горячий парень ему никогда не холодно это я мерзну но все родители отметили что прохладно вот мне пройти надо смотрите стоит машина и насыплю себе ботинки потому что они короткие и такая все светленькая вот все остальное раз чудесно вот и по поводу поступления ну наш дом не относится к этой школе но нам неоднократно повторили что в первую очередь в апреле можно подавать заявление в эту школу если ты прописан в этом районе в красный гвардейском то есть я буду подавать заявление не в июле там во вторую волну а в первую волну я уже к середине мая буду знать берут его или нет и меня это очень порадовало потому что я переживала что если я подам в июле и допустим не возьмут то потом в школу по прописке тоже можно уже не успеть вот но единственное что надо сделать это прописаться в эту квартиру как я уже говорила мне заморачивались пропиской остались прописаны все там где бы до прописаны то выше моей мамы вот чтобы не было круче лень возиться было потому что ни для чего это не нужна эта прописка нам было потому что ко всяким там поликлиника можно спокойно без прописки прикрепляться вот так что буду просто переписывать артемия сюда на земле после нового года это этим чтобы к моменту подачи заявления уже он был здесь прописан и относился к этому району потому что так он прописан получается что я воодушевлено надеюсь все получится надеюсь нам места хватит потому что конечно приоритете дети во-первых всякие льготники во вторых те у кого братья сестры здесь учатся и в третьих тела кто живет вот прям в этом микрорайоне в этом квартале мы живем в соседнем квартале и соответственно сюда не отнесемся ну вот я надеюсь все таки местечко для нас хватит особенно при учете того что мы еще ходим на подбитавишку и учитель знает уже артемия хотя сказали что это не приоритетно все равно я надеюсь что небольшим плюсом это будет теперь бегу домой продолжает идти снежок по шапке моей погода просто невероятная такой снегопад без ветра кстати еще в школе там же свет сверху обычный такой еще зеленые стены ну в общем у всех зеленые лица и вот мы стоим там ну у нас была еще экскурсия по классам мы стоим толпой человек 30 я смотрю и думаю господи я первый раз оказалась в толпе людей мы все такие знаете в районе 35 из просто толпа людей с мешками под глазами все не выспались все таки и вот этот вот цвет неудачный но сейчас я снимаю себя мне нет никаких мешков а там у всех это подчеркнуто было куча людей у которых уже лица с возрастом поползли вниз я в их числе я не говорю же как-то отличаюсь просто мы все одинаковые такие это как-то выглядело удручающе если честно там была только одна молодая семейная пара вот им на вид лет так 25-27 они еще такие свеженькие а все остальные уже пожили эту жизнь до чего же уютно сидеть дома когда на улице мороз а вчера еще был снегопад и это вообще такое новогоднее настроение создают что я вечером не удержалась уже и начала украшать дом ну а пока я просто готовлю еду и убираюсь потому что тут как видите стоит грязная посуда которую надо убрать в посудомойку потом соответственно сначала надо разгрузить посудомойку в общем такие приятные домашние хлопоты кстати вы знаете вот у меня был в комментариях интересный вопрос вот алиса ты сходила в салон для кудрявых постриглась и сделаешь свои обычные прически что же это была реклама вы знаете и да и нет это тот случай когда мне повезло попасть по бартеру в то место куда я очень хотела попасть и сходите я туда хотела не для того чтобы делать какие-то новые прически а для того чтобы меня хорошо постригли я очень довольна тем как меня постригли потому что теперь я трачу меньше усилий на укладку да я делаю свою привычную укладку и но я экспериментирую в то же время и сейчас я в основном учусь по-другому ухаживать за волосами и опыт кудрявых людей показывает что этого процесс такой знаете длительный надо мне несколько месяцев соблюдать технологию для того чтобы волосы начали больше виться так что посмотрим что будет к лету пока отращиваю дальше а вот здесь вот я складываю коробки которые в переработку буду сдавать обычно я не заморачиваюсь и просто так все тащу на мусорку но здесь у нас набралось очень много коробок из-за того что артемия был день рождения и поэтому я решила их сплющить все иначе я просто бы их не донесла до мусорки а так они все влезли в один пакет и да на голове у меня тюбетейка это мне надела арина и она очень на этом настаивала и узнаете я даже забыла о ней я раньше все удивлялась как она держится на голове ну она такая маленькая оказывается очень даже хорошо держится больше нет все держаться повесила рождественский венок на нашу дверь смотрится очень классно и прикрепила его вот это крючок чтобы я покупала крючки для гирлянд я надеюсь выдержит вообще не хорошо приклеиваются провисит потом и мне кажется я этот крючок оторвать не смогу еще вот и тут я пыталась приклеить стопор на дверь чтобы дверь не распахивалась и не била соседскую но стопор почему-то не клеится так хорошо как крючок поэтому стопор мы еще не приклеили но след от клея остался наш бардак очень много сегодня припиралась но кроме детской осталась у меня одна зона неумранная это банкетка на которой вчера все вещи свалили я не разобрали я убиралась где-то с воспоминания часа и присела вот сейчас посидела минут сорок я это кто такая хаврошечка тут ходит по папинам тапка два папа даже в субботу ехал на работу посидел с вами и поехал после обеда но обед него никак там какие-то клещи нужны были коврик помыть вечно эти пятна от соли летом хорошо вообще мыть не надо раз в месяц мою его так так песка а зимой и еще сейчас мое дежурство по коридору по нашему тамбору закрытому у меня завтра последний день дежурство так что я уже два или три раза мыло потому что грязь все время особенно с наших колясок и самок вот и завтра помою финально сдам дежурство передам следующим соседям новогоднее настроение у меня в разгаре потому что за окном снегопад и я решила начать с комнаты артемия навела порядок на подоконнике убрала остатки того что там оставалось после уборки который сделал артемий протерла подоконник и тут меня артемий отвлек надо было помочь ему с его роботом и теперь я хочу поставить сюда гирлянду которую я купила фикс прайсе такие домики светящиеся и еще хочу поставить ночник который тоже купила фикс прайсе и подарила на день рождения ему кстати очень понравился он кошек любит гирлянда это работает от батареек но я делала когда мы делали ремонт я попросила сделать розетки около каждого окна вот здесь видно я зарядку от телефона туда воткнула и эти розетки специально чтобы включать туда гирлянды на новый год но в детской например вот эта розетка она очень удачно расположена она около стола и постоянно в ней то зарядка то увлажнитель мы туда включаем ну короче она прямо полностью используется ингалятор тоже очень удобно получилось и вот это вот гирлянда смотрите такая красивая она у нас просто на батарейках и розетка оказалась не нужно ночник тоже на батарейках украшение небольшие я подумала что здесь смотрелись бы лучше какие-то большие домики но я не буду ничего менять знаете когда выключаешь свет вообще так уютно становится хотя это просто маленькие гирлянды но вот тут артемий позвал меня собирать его робота потому что он никак не мог справиться сам я тут с таким замученным лицом потому что все вот эти вот конструкторы это всегда обозначает то что я сижу с ариной арина пытается у меня все вырвать из рук а я должна понимаете сообразить сделать какую-то очень сложную вещь в общем я раздражаюсь не очень люблю это делать я люблю это делать когда арина спит тогда это приносит мне удовольствие так она очень сильная мишень и поэтому я тут серьезно доделали робота такой большой что даже в кадр не помещается состоит из разных деталей цифр который трансформируется во все эти транспорты этот транспорт собирается в робота вот такая сложная инструкция тут мучились мучились сделать это все-таки это обалдеть конечно артемия сложная конструкция ой господи я придумал очень обрекательная игра мне захотелось еще испечь новогоднее печенье я решила опробовать рецепт который мне дала один а это рецепт песочного печенья и там составе мед и мир корица сахара кстати мало я взяла поскольку я готовила для детей в первую очередь я добавила меда сколько положено сахара в два раза меньше там всего 30 граммов сахара следующий раз кстати вообще не буду сахар добавлять потому что я люблю когда печенье не сладкое потому что когда приторное сладкое печенье его много не съешь и как-то круче мне не нравится я всегда люблю люблю и любила печеньки типа печенья мария а тут еще дети чем меньше сахара тем лучше тем более мед очень сладкий вот еще и не стала добавлять имбирь несмотря на рецепт потому что я не люблю имбирь настоящий имбирь который добавляют в чай я вообще не перевариваю мне от него плохо потому что имбирь очень сильно повышает давление мне у меня сразу начинает болеть голова и выпив несколько раз чай вот такой с имбирем у меня выработался стойкий рефлекс на запах имбиря что ну как бы мне плохо от имбиря поэтому я даже запах его сейчас не люблю и и поэтому я в печенье просто добавила только корицу здесь мы начали раскатывать тесто вот такое она красиво шоколадное получилось очень хорошо раскатывается можно было кстати стол даже мукой не посыпать это я по привычке сделала в следующий раз не буду делать потому что тесто не прилипает смысла нету в этом и мы начали вырезать вот этими формочками и у нас получились такие красивые печеньки и они очень вкусные пекутся всего семь минут в общем класс обязательно я буду повторять этот рецепт будем делать еще он может быть будем украшать надо купить какую-нибудь глазурь или почитать как ее делать вот если у вас есть простые рецепты какие-то глазури да то делитесь я с удовольствием воспользуюсь потому что хочу еще делать такие печеньки и вообще когда раньше артемий был такой возрастом 3-4 года кто мне смотрел тут помню что я все время делала выпечку сама чтобы не брать магазинную чтобы состав был чистый и сейчас вот у меня чуть чуть больше времени появляется поэтому хочу периодически готовить сама для того чтобы у детей были такие полезные вкусняшки здесь артемий помогает вырезать и посмотрите как классно вот просто это мне вырезал ребенок ну красота и после того как мы их выпекли они сохранили свою форму а а а а а а а и а а а а и а и и и и Адиде! 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 Сюда не гязай, сюда не гязай! Забери! Адиде! Адиде! Я буду... О, господи, оттуда. О, господи, оттуда. О, дети, дети, дети. Ням-ням-ням-ням. 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 Ням-ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. 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 Куда эти весы положить? Какие? Эти. Положите, Михаил. Она меня по голове бьет. Мне так плохо. Арина, надо пожалеть братика и погладить. Обними, погладь братик, ибо надо пожалеть, ему больно было. Ой, какая нюанса. Ой, какая нюанса. Ты любишь братика? Чмокни его. Поцелуй. Поцелуй. Братик, ты поцелуешь? Вот так. Ой, 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 ой. Подними ее, пожалуйста. Подними, она ударилась больно. Обними, обними ее. Где? Грозный. Не бойся, не бойся. Грозный. Сейчас пройдет. Просто внутри промокни, да? Не бойся, не бойся. Нормально вытирай. Ничего страшного, руки помоешь, сразу смоются. Смотри, какой маленький колобок у мамы. Маленький-маленький колобочек. Смотри, только есть это нельзя, понятно? В рот нельзя. Хорошо? Давай мне салфетку. Я чувствую, как будто это у меня, а не у нее. Да, впечатлился ты, сколько крови полилось. Просто у них очень острые зубки у малышей. И у нас получились просто фантастические печеньки. Во-первых, они красивые. Во-вторых, они очень вкусные. Да, Артюш? Да. Все мне вообще понравились. Я же съела штук 10, наверное. Я не могла остановиться. Получились умеренно сладкие. Я специально практически не добавляла сахара. Они с медом. В общем, ну прям крутота. Я вот думаю снять в инсту рецепт. Потому что это прям новогодние такие классные печеньки. Как я хотела. Буду обязательно повторять еще. Классная вкусняшка. Все натуральное. Делается легко. Если надо, пишите. Отсниму на ютуб тоже подробно рецепт. О! Ничего себе шарик лопнул. Аж на... Это улетело. На дверь. Арина с покерфейсом ходит. Ты, кстати, маленький... Ты решила испугаться на всякие случаи? Бери шарик и выкидывай. Вон на двери, видишь? Арина, бери. Дай ей, дай ей. Пускай выкинет. Он забирает себе аж медки шариком. Арина, он даже аж медки шариков своих не отдает. Вечером, когда я уложила детей, я стала делать свой комплекс упражнений. Вот тот курс, о котором я говорила, который я приобрела для осанки, для шеи. И здесь очень много интересных таких для меня упражнений. Вот то, что я сейчас делаю, это массаж, который улучшает ток лимфы. Я знаю, что это сейчас модная тема. Лимфоток и желчаток. Ну, не знаю, насколько это все супердейственно. Просто это сейчас модно, и все об этом говорят, потому что все об этом узнали. Но я знаю одно, что вот я сейчас стала пробовать эти упражнения, простые такие. Видите, тут разминаю оно определенным способом. И у меня после этих упражнений немножко кружится голова, как когда я хожу к остеопатам. Сколько бы я ни была у остеопатов еще 15 лет назад, они все говорили, что да, лимфоток у меня нарушен, надо с ним работать. Возможно, это причина головных болей. И понятно, что остеопат — это не панацея. Ты к нему сходишь раз в полгода, и все. А вот если ты будешь сам каждый день или пару раз в неделю что-то делать, то результат может быть хороший. Поэтому я продолжаю искать эту самую волшебную таблетку от своих головных болей. И вот занимаюсь. Ну, а вот так вот в темноте выглядят декорации у Артемии. Это я зашла к нему в детскую выключить свет. Он засыпал с этими гирляндами, заснул. Я все выключила и тоже пошла спать. Так что увидимся с вами завтра, друзья. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, мне удалось поделиться своим новогодним настроением. Всем пока!